Задним числом, находясь уже в США, где, можно сказать, жизнь не то чтобы легкая, но здесь нет такого, что тебя на каждом шагу как-то вот норовят обнизить, опустить, как-то на место поставить и так далее. То есть, как бы, в хорошем смысле никому у тебя дела нет, все замечательно. Вот когда ты смотришь назад, вот туда, у тебя есть ощущение, что там вот как-то мы жили в каком-то таком перманентном унижении, которое даже, в общем-то, и не понимали, в чем живем. То есть, как-то оно нормой такой стало. Ты знаешь, я никогда это не воспринимала как норму. Я всегда знала, что это унижение. Начиная с директрисы в нашей школе, которая, ну, меня воспитывали три женщины, мама, бабушка и тетя. И мы никогда не были богатыми. И денег было очень немного. И как-то у меня износилась пионерская форма, рубашка была белая, юбка синяя с каким-то там ремнем, чего-то. И вот эта пионерская рубашка, я из нее выросла. И мама, естественно, она сколько это стоила денег? И как бы всегда стоял выбор между там этой рубашкой дурацкой, которая нужна только по большим праздникам, либо там, не знаю, грубо говоря, купить там еду домой. И у меня была беленькая такая блузочка, но она была без рукавов. От кого-то там досталась. Не знаю, кто-то мне ее дал. И я в ней пришла в школу. На какой-то праздник нужно было явиться в пионерской форме. И я пришла в этой блузке без рукавов, в юбке с пионерским галстуком. То есть руки были, видимо, в руках? Руки были голые, да. Это как уличная женщина? Ну, да. Что, в общем, директриса... Я не могу это не положить? Директриса, естественно, увидев меня и при всей школе, на первом этаже у нас, как бы, в начале дня была вся школа, она ко мне подошла и начала у меня... Это... Я была в классе в седьмом, наверное, был первый лифчик тогда, да, там, какие-то... Чего-то там, чего-то такое... Намечаться. Намечаться, да, там что-то, какой-то лифчик надела. Какой-то там, не знаю, про бабушки. Она стала тебе лифчиком... Она мне начала вытягивать лямки этого лифчика наружу и кричать, что я шлюха подзаборная и еще чего-то. Это вот такие унижения в школе, да. Я уже не говорю про унижения, как бы, элементарные, там, кто-то такая, вообще, закрой свой рот, вообще, никто, ничто из вас тебя никак. Ну, это не касалось тебя лично, это как бы в стране, это каждого так могли. Но, я не знаю, вот это она проделала лично со мной, и я не видела, чтобы она это делала с другими. Она была, в общем, такая довольно странная женщина. Ну, хорошо, а вот с процессом иммиграции, то есть, как бы, дополнительное унижение связано с процессом иммиграции. Ну, хорошо, вы были в отказе, то есть, вам, как бы, давали понять, так сказать, хорошо... Ну, вот смотри, когда мы сели в отказ, я пришла устраиваться на работу. По большому блату меня пристроили работать в Бонне Груевиче, и тогдашний начальник, вычислительный... Да, на вычислительный центр я называлась оператор, тот, кто перфокарточки набирал. 80 рублей в месяц. Зачем? 75, потому что хорошо будет. Да. 80 слишком много. Но при этом я заполняла анкету, и там был такой начальник ВВЦ Горечштейн Анатолий Матвеевич. Он сидел, я писала анкету на работу, и он пишет, фамилия мамы Орлова, о, хорошо, зовут как Тамара, о, хорошо, отчество Наумовна. Он говорит, Николаевна, я говорю, не поняла. Он говорит, Николаевна, я говорю, поняла. Так, значит, моя подружка, которая стала моей подружкой потом на многие годы, которая сейчас живет в Израиле, она все время, мою маму называла Тамарой Николаевной, у меня мама каждый раз вздрагивала. Она все время говорила, я не понимаю, почему она меня называет Тамарой Николаевной. Ну, в общем, вот такие вот нюансы были. Потом у меня, например, начальница, да, вот, скажем, начало 80-х годов, она все время говорила, что этим евреям надо, что им здесь плохо, им все дали, образование, у них есть квартиры, там, я не знаю, у них все есть, что им еще надо, что они родину предают, уезжают куда-то, непонятно куда. Она знала, что ты в подаче был? Нет, никто не знал, я шухерила страшно. Они меня страшно тестовали, почему я не в комсомоле, потому что мне же пришлось выйти из комсомола перед подачей. Ну, я пыталась. Ты могла сказать, что это недостойно еще? Ну, я примерно вот эту лажу, и как бы им и говорила, что, типа, детская, да так получилось, а сейчас уже не время, да и вообще уже осталось. Ну, возраст, возраст. Да, возраст, типа, осталось немного, уже совсем, уже скоро тут все закончится. Да. Да, все дела. Потом, когда уже наступил там 87-88 год, и мы уже стали там 89-м подавать на отъезд, и я уже уходила с этой работы, уже намерена как бы на то, чтобы уезжать. И она мне говорила, господи, у тебя не будет места в багаже мою дочку с собой забрать. То есть вот так вот, как изменилась ситуация, как бы начальница моей, да, между, скажем, 82-м и 89-м годом. Ну, что же случилось-то сейчас? Ну, вот, вот что-то произошло в стране, да, вот, гласность, перестройка, Горбачев, все дела. И вообще начали выпускать всех. Причем самое интересное, что вот когда мой папа, да, отчим, он сел в отказ, ну, то есть, нет, он не подавал, да, его как бы, он прошел через другие жернова, но он никогда не подавал на отъезд, потому что он знал, что ему откажут из-за сына. Да, 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 но у него был приятель, который сейчас тоже в Нью-Йорке, который подал, и которому тоже отказали, потому что у него тоже была, он работал в папиной группе, да, он был подчиненным папой. Слишком много знал. Да, ну, да, естественно, ему тут же отказали, он тоже сидел в отказе. Так вот он был первым человеком, которого из этой организации выпустили, а папа был вторым человеком, которого из этой организации выпустили. То есть их выпускали поименно. Там было порядка 10-12 человек, которые знали, которые хотели уехать. Их выпускали поименно. Просто поименно. Ну хорошо, к вопросам об унижении. Вот, скажем, шмон, который был в Полково, это была унизительная фигня или это было обычное дело? Знаешь, как тебе сказать? Я уже даже не выносила, я это не понимала как унизительное. Я этого дико боялась. Я боялась произвола. Я боялась, что если им что-то вдруг не понравится, не дай бог, и они, у них была вся власть. Они могли в любой момент сказать, что им что-то не нравится, что я что-то сделала не так и запретить нам выезд. Ну да, да. Это было очень страшно. Это было просто страшно. И поэтому я готова была платить любые деньги, отдавать им все, что угодно, только чтобы они ни к чему не придрались и выпустили нас.